Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Никита Евдокимов. Я представляю компанию Capital Group и являюсь руководителем отдела разработки и оптимизации BIM и теперь уже GIS процессов в нашей компании. Сегодня мне будет помогать коллега из Эзри, Константин Нагарнюк, с которыми мы этот проект вели, делали. И, собственно, хотим поделиться сутью этого проекта. Итак, мы сегодня поговорим о современном способе принимать решения, ну или иными словами, для чего GIS нужен в инвестиционно-девелоперской компании. Пару слов о нас. Capital Group является одной из ведущих компаний на рынке по девеломенту недвижимости, премиум элит и бизнес-класса. Мы занимаемся уникальными объектами, в том числе специализируемся на строительстве высотных объектов. И для того, чтобы поддерживать тренд нашей уникальности, мы стремимся внедрять и использовать все самые современные тренды и технологии, которые существуют на рынке, впитывать их в себя и посредством собственной внутренней экспертизы делать их лучше. Мы достаточно давно уже были знакомы и использовали BIM-технологии. И, соответственно, с 2019 года стали для себя осмыслять и внедрять GIS-технологии в процессы нашей компании. Прежде чем это случилось, мы все-таки задали себе вопрос, а, собственно, зачем нам это может быть нужно и как нам это может помочь в нашей работе. И здесь ответ, по сути, он крылся на поверхности. На самом деле любая девелоперская компания работает с геораспространенными данными. Так как мы возводим объекты, возводим объекты в разных частях города, в разных его зонах и являемся драйверами градостроительного развития города. Поэтому нам важно понимать, что мы и сами являемся производителями геоданных, и напрямую с этими геоданными взаимодействуем и работаем. Исходя из этого, мы определили для себя те цели и задачи, которые мы решаем, и для чего нам, в общем-то, GIS здесь может быть крайне полезен. Но вообще структура данных любого девелоперского проекта достаточно разнородна ввиду различных комплексов знаний, которые накапливаются в процессе его реализации. И данные эти необходимо и передавать между участниками процесса, и поддерживать их актуальность, и визуализировать, и строить некую отчетность для принятия взвешенных правильных решений. В этой связи были обозначены ряд целей, ну и, в общем-то, проанализировано, что из себя представляют блоки данных, с которыми любая девелоперская компания сталкивается при разработке и реализации своего проекта на всем его жизненном цикле. Ну и здесь мы видим, в общем-то, четыре достаточно крупных блока. То есть это проектные данные, которые поступают к нам от наших проектировщиков и обрабатываются внутренними специалистами. Это и финансовые данные, которые имеют сквозной характер через весь проект, так как все-таки это бизнес, который должен иметь определенный экономический эффект. Это данные продаж, то есть как происходит реализация и как наши проекты попадают к нашим клиентам. Ну и, соответственно, это блок юридических данных, так как все-таки мы работаем в правовом поле. И здесь это и данные из законодательных баз и внутренние документы. Как мы видим на этой схеме, это, по сути, схема передачи и взаимодействия этих данных, как она была до появления ГИС-портала. Здесь нарисовано аж целых пять человечков, которые символизируют себе такую историю, что все эти данные обрабатывались вручную, хранились и сортировались вручную. И также вручную подготавливались отчеты на основе этих данных. Казалось бы, структура целостная, и зачем в ней что-то менять? Человек, несмотря на то, что это венец природы, имеет свойство что-то забывать, где-то ошибаться, даже в супер жестких регламентах все равно действовать по собственному усмотрению. В результате это нас может приводить к целому ряду проблем. Данные разрозненные, они не систематизировано хранятся, они не систематизировано передаются. Актуальность, опять же, этих данных сильно зависит от человеческого фактора, и для обработки этих данных производится большое количество временных затрат. Ну и, соответственно, когда в этих данных что-то изменяется, контролировать эти изменения достаточно сложно. Осмыслив то, как мы работаем и как нам хотелось бы работать, мы пришли к выводу, что нам нужна некая платформа, которая могла бы агрегировать эти данные, с которыми мы работаем, которая могла бы нам показывать больше, чем то, что мы производим сами, а именно это окружение нашего проекта, точнее наших проектов, как наши проекты живут и взаимодействуют между собой в рамках единого портфеля, сделать эти данные доступными для всех участников процесса, которые принимают активное участие, и, соответственно, иметь инструмент, который будет позволять всегда держать руку на пульсе и оперативно реагировать на все малейшие изменения, которые могут происходить в результате реализации проекта. Результатом наших размышлений стало то, что мы решили, что здесь лучше всего для нас, как некий такой агрегатор и систему для визуализации, подойдет как раз GIS-платформа и, соответственно, создание GIS-портала. То есть теперь схема нашего взаимодействия выглядит вот так. Четыре человечка осталось, один ушел. Ушел тот, который как раз отвечал за все вот эти вот информационные транзакции. Но пользователи и те люди, которые принимают решения и работают с данными, они, естественно, остались. Потому что они – это и есть тот драйвер, который позволяет нам создавать наши уникальные проекты. И теперь, наверное, мы покажем результаты нашего проекта, который длился… еще даже года не прошло. То есть да, мы приступили к нему в феврале 2019 года. Ну и вот, соответственно, тот результат, который мы имеем на сегодня. Константин сейчас нам откроет. Да. В общем-то, это стартовая страница нашего портала, где любой из наших пользователей, введя свой лагин и пароль, может дальше попасть, собственно, в сам портал. Вот, соответственно, стартовая страница уже самого портала, где мы видим на карте нанесенные все наши объекты. И дальше уже некоторыми инструментами интерфейс мы можем начать с ними работать. Ну, например, обратимся к одному из наших проектов. То есть система нас сразу к нему зуммировала. И, как мы видим, в правой части экрана есть несколько вкладок, которые имеют различную направленность. То есть есть данные по существующему положению проекта, то есть какие ограничения он имеет по правилам землепользования и застройки, какие кадастровые участки к нему относятся, соответственно, как он называется и кем он был инициирован в системе. Также в систему подгружен ряд информационных слоев. А говорить сразу, собрать их было крайне нелегко. Тут, наверное, это такая просьба и проблема одновременно к органам власти сделать эти данные более доступными, потому что нам пришлось пройти путь и по собственной цифровизации этих данных для их использования. И что-то удавалось откуда-то взять. Соответственно, сюда же сразу же подгружается нашими специалистами некий эскиз застройки, то есть как территория планируется к освоению. И тут сразу стоит отметить, что так как мы работаем с BIM-данными, BIM пытаемся использовать на всех этапах проекта, это не просто 2D-изображение, это выгруженная и обработанная определенным образом 3D-модель, которую мы также можем посмотреть и перейти сразу из общей страницы портала уже к конкретному 3D-эскизу застройки данной площадки и, соответственно, оценить, как она вписывается в городской контекст, из чего эта застройка состоит и какими параметрами она обладает. что достаточно важно на первых этапах инвестиционного анализа проекта и дальнейшей работы с ним, когда проект насыщается более детальными проектными данными. Это один из кейсов, который используется. Также немаловажный момент – это подготовка отчетных и презентационных материалов по проекту, то есть как это происходило раньше. Собираются данные от различных пользователей, передаются ответственному человеку, и этот ответственный человек эти данные верстает в PowerPoint, в какую-то презентацию, которая потом относится к топ-менеджменту, топ-менеджмент ее рассматривает, дает мне комментарии, она возвращается к изначальным пользователям, и они должны вносить изменения. Казалось бы, все достаточно просто, но на самом деле настолько же просто, насколько и сложно, потому что количество этих изменений, оно просто невероятно велико, и, как правило, часть данных на этом этапе теряется, и обратно к топ-менеджменту возвращается не совсем репрезентативная картина. Поэтому здесь мы тоже себе поставили такую задачу решить эту проблему, и, в общем-то, сейчас мы, пользуясь инструментом StoryMap, который нам предоставляет возможность формировать презентационные материалы из тех данных, которые находятся в системе, решаем проблему поддержки их актуальности и доступности в любое время, в любом месте для любого сотрудника, который в них нуждается. Ну, здесь приведен пример одного из StoryMap по одному из проектов. И да, действительно, это удобно, это мобильно, и это действительно основано на тех данных, которые существуют в системе. Ну, сейчас мы просто пробежимся по ряду слайдов, которые здесь. Да, то есть, и включая даже такие интерактивные вещи, как съемки с коптеров, которые на бумаге или в презентации PowerPoint отразить достаточно сложно. И последний кейс, про который сегодня, наверное, хотелось бы сказать, чтобы не рассказывать все сразу, потому что завтра у нас еще два доклада, на которых будет немного больше конкретики и про работу этих систем, это вопрос именно интеграции данных, которые мы можем продемонстрировать на вот таком достаточно простом примере. Это сращивание двух систем, то есть это проектная модель, которую мы получаем от проектировщика, и в которой содержатся данные о квартирах, которые мы продаем. И данные из нашей CRM-системы о том, как эти продажи идут. То есть вот такой вот достаточно наглядный 3D-дашборд, который на текущий момент решил аж целых две проблемы. Проблема первая – это корректный перенос данных из BIM-модели. Вообще, даже не из BIM-модели, а из проектной документации в систему продаж. Поверьте, это большая проблема для любого застройщика. Перенести эти данные достаточно тяжело, и раньше это происходило в ручном режиме. И второе, ну, нам кажется, что уж точно нагляднее и проще смотреть на вот такой отчет о продажах, нежели на классическую шахматку, шахматку, которая сформирована в Excel, и, ну, либо надо быть большим специалистом в чтении подобного рода документов, чтобы разобраться, по какой причине та или иная квартира продается хорошо, а другая продается хуже. То есть здесь мы можем оценить относительно окружений и относительно тех свойств этих квартир, которые заложены в систему реальную историю их продаж. И динамически это делать. Вот. Соответственно, соответственно, вот тот эффект, который мы получили после того, как разобрались в собственных бизнес-процессах и нашли правильное решение, которое работает и которое будет дальше развиваться и наращивать свою мощь в нашей компании. У меня все. Спасибо. Спасибо.